Здравствуйте. В общем, есть какие вопросы. На этот раз материал показался чуть-чуть попроще, поэтому их не так много. Первый вопрос был непосредственно про Hotlands Lemma. Мы ее проговорили на семинаре, я потом еще залез в лекцию, посмотрел, что там действительно есть эти производные. Но в лекции просто не указана интерпретация. Наверное, она нам проговаривалась, но я ее забыл. То есть, условно, у нас есть формула, что производная от прибыли по цене это Q, то есть выпуск. По, соответственно, V, то есть заработной плате это минус L с домиком. Оптимальная L. Да. Оптимальная L. И производная от прибыли по R, то есть по ставке процента, это минус оптимальная K. Вот. И был вопрос, то есть как бы, как это можно интерпретировать. То есть в задачах мы говорили, что, ну, ну, вот, скажем, производная по VEDA, это у нас demand for labor, а по R это demand for capital. Производная от прибыли по ставке процента. Ну, ну, да, со знаком минус, да? То есть... Ага. Вот как-то ее можно чуть-чуть прокомментировать, что ли? То есть, ну, условно говоря, ну, первое, то есть... Правильно ли я понимаю, что производная по... Производная прибыли по цене это оптимальный выпуск, так? Да. Сейчас. Хорошо. И... Может быть, пару слов, ну, как бы, почему оно так работает? В лекции очень много графиков, но, как бы, они очень сухие, то есть там не очень понятно, почему это так. То есть оно есть как аксиома, и все. Ну, это не аксиома, это, на самом деле, теорема. Вот эта Энглоксер та же самая, то есть она просто вот здесь использована. Ну, интерпретация понятная же, то есть вот у нас есть какая-то фирма, да? У нее какая-то прибыль, допустим, мы ее можем наблюдать. Угу. И эта прибыль, она как-то меняется вот с рыночными ценами. То есть вот она зависит как-то вот от цены товара, зависит от цены факторов, там, капитала и, ну, труда. Угу. Ну, и вот мы можем как раз посмотреть вот на эту производную, то есть, допустим, цена на рынке увеличилась и как прибыль изменилась. И, соответственно, вот, ну, чем больше она изменилась прибыль, тем, значит, больше фирма выпускала продукции, да, наверное. Угу. Угу. Собственно говоря, цена не повлияла на прибыль. То есть и... Угу. Ну, аналогично, то есть там, если у нас заработная плата меняется, да, то прибыль, естественно, падает. Ну, если она увеличивается, ну, это увеличивает издержки, прибыль падает и, соответственно, вот по увеличене того, насколько она падает, мы можем судить, сколько, собственно говоря, рабочая сила эта фирма использует. Угу. Да, правда. У нас что-то похоже было в прошлом проблем сайте, где мы пытались понять, сколько, ну, как бы, какая фирма использует больше труда. Угу. 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 Уменьшается прибыль, и по тому, насколько уменьшилась прибыль, можно сказать, ну, как бы, сколько фирма использовала капитала. Ага. Все. Спасибо. Теперь это не просто формула, а у нее есть интерпретация. Хорошо. Так. А. Второй, просто, тоже, в большей степени, теоретически, в… ну, в проблемах 4-5 мы смотрим… Как это называется сейчас? Weak Axiom of Profit Maximization. То есть это аксиома о том, что прибыль фирмы при текущих ценах и при текущей технологии для различных цен и технологий должны быть больше, чем, как вы их назвали, мнимые прибыли. Или как это так? Верно? Гипотетически. Гипотетически, вот. То есть и от меня возникает вопрос. То есть я правильно понимаю, что у нас в этом случае фирма является price-taker. То есть она не влияет на цены, да? Да, да, совершенно верно. Ну, в задаче таки написано competitive. Ну, competitive означает, что она на цену влияет. То есть и, ну, как бы, единственное, что может сделать фирма, да, это поменять технологию. Да. То есть она использует какую-то технологию, ну, скажем, там, T или S, как пятая задача, да? Угу. И, ну, как бы, она сменила технологию при изменении цены, а потом, как бы, думает, а я правильно ее сменила? Или технология предыдущая была эффективнее? Ну, или наоборот? Ну, да. У нас эффективнее. И очень важная предпосылка, да, что мы, ну, как бы, по факту мы не движемся, что ли, как сказать, во времени. То есть в том плане, что все технологии уже доступны. То есть только цены меняются. Ну, да, то есть там прогресса нет пока никакого. То есть, ну, считаем, что это какая-то краткосрочная перспектива будет. То есть, условно, даже, как бы, ну, как мы говорим, при старых ценах, да, старых в кавычках, новая тоже в кавычках технология была доступна. Да. Вот, вот, хорошо. Это понятно. Там все посчиталось все классно. И последний вопрос. Он в большей степени, не знаю, арифметичный, арифметико-алгебраический. Смотрите, в Problem 3 там, ну, как бы, все было понятно, все логично. Мы показали, да, в общем виде, что МЦ должно быть больше, чем АВЦ, то есть предельные сдержки больше, чем средние переменные, да. И в таком случае фирма будет выпускать, ну, не нулевое количество товара. Вот. И там еще было последним пунктом, ну, типа, найти supply function. Вот, и вот там у меня возникли маленькие расхождения с тем, что было у вас в листочках. Давайте я покажу экран. У меня просто есть в PDF-ке. Так. Можно? Демонстрация экрана, ну, вот, не знаю даже. Посмотрите. Либо на меня, либо на демонстрацию, как это можно или нет. Фиг знает, тут только я вас могу хостом сделать. Ну, тогда давайте я ненадолго стану хостом и покрой экран. А потом вам верну. Так. Экран. Вот. Так. Так, так, так. Ой. Так, это можно сдвинуть. А, ну вот оно. Вот оно. В общем, то есть, вот это условие производства относительно выпуска, да. То есть, от единицы. Там-то видно на графике, да. Вот оно так идет. А потом мы идем считать игрок. То есть, выразим игрок через п для нахождения, ну, как бы, условия производства относительно п. Вот. Я иду считаю, амц равняется п. Тра-ля-ля. И вот, то есть, я получаю дробь, которая есть у вас. То есть, ну, вот оно. Игрок один, игрок два равняется двойка плюс-минус корень из трех п минус 26 делить на 6. И, ну, как бы, безусловно, мы не в комплексные... Ну, как бы, не идем в комплексные числа. У нас все-таки это цена, да. Вот. Первый вопрос. То есть, у вас была граница 9. Это вы округлили от 8 и 67, да? Нет-нет. 9 это граница... Вот это Y равна 1, которая у вас вот эта... Так-так-так. Вот это Y как раз соответствует цена 9. А-а-а, все. Девятка это вот эта вот точка пересечения вот этих двух коробов. 9, 1, 9. Вот здесь, да? То есть, я беру единицу, подставляю вот сюда, да? Так, да. Сейчас. Да, P у меня еще справа. Значит, минус 1. Да, P равняется 9. Я просто, ну, как бы, посмотрел в общем виде, да, то есть, что я хочу. У меня получилось, ну, как бы, что первое P из-за дискриминанта не может быть меньше вот такого числа, да? Ну, и, опять же, у нас Y положительные, поэтому, ну, как бы, я вот посмотрел, что, ну, соответственно, двойка должна быть больше этого корня. То есть, ну, как бы... Как сказать-то? Если мы хотим ставить перед корнем минус, то вот, P должно быть меньше 10. А если перед корнем плюс, то P просто больше такой штуки. Меня смущает вот ситуация с минусом перед корнем. То есть, что я нашел верхнюю границу таким образом. Нет, ну, это же, это парабола же такая вот, минус, он соответствует вот этой вот первой ветке, которая убывает. Ну, да. Пляхи, это кажется. Вот такая вот. Плюс это возрастающая ветка. Нам нужно возрастающую ветку. А! Там можно даже показать, что вот эта вот убывающая ветка, она соответствует минимуму профит. А вот, наоборот, максимуму профит. То есть, нас вот эта ветка интересует. Да. Ага. Ну, и потому что у нас только с... Ну, фактически, вот этой точке, ну, как бы, существует выпуск не нулевой, да? Угу. То у нас просто P больше 9. Все. Теперь понял. А вот то, что здесь у меня, это вторая ветка. Угу. Все. Теперь понятно. Окей. Так. Сейчас я вас обратно сделаю. Так, так, так. Сделать организатором. А, сейчас. Сейчас, секунду. Да, кстати, я тоже не вижу, где можно сделать... А, вот, все, я нашел. В общем, если что, то можно разрешать участникам демонстрацию экрана по кнопке безопасность, там, на панельке внизу. Ну, я помню, что она где-то есть, но просто что я не сориентировался. Ну, не такая частая функция. Угу. Так, ну вот, вот, как бы, вот на этом были вопросы. Угу. Ну, вам, хорошо. Спасибо большое. Все объяснили. Теперь все ясно. Угу. Спасибо. До свидания. Хороших выходных. До свидания. Вам, поди.